Сегодня мы вновь говорим о фильме Черная Пантера 2. И опять речь идет не только и не столько о самой ленте, сколько о всех событиях, развивающихся вокруг нее. А также о том, что происходит с людьми, не согласными с авторой Ваканды навеки. Только недавно мы говорили о том, что необдуманная и невзвешенная риторика, появившаяся в обществе и, видимо, поддержанная авторами второй Пантеры, по крайней мере, они никак не собирались ее опровергать. Так вот, что эта риторика почти в два раза уменьшила количество белых зрителей сиквела Ваканды. А вот теперь мы видим, как уже мнение людей, не согласных с повесткой, продвигаемой в сиквеле, начинают тупо просто банить в сети. И где тут свобода, хочется спросить. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, что касается второй Черной Пантеры. Это кино, с одной стороны, показывает действительно очень впечатляющие цифры сборов, с другой стороны, эти цифры явно ниже, чем это было 4 года назад с первой частью. Плюс нападки на белую аудиторию сбоку ярых сторонников второй Пантеры распугали и проредили число белых зрителей фильма почти что в два раза. Но что самое вопиющее, так это, что, видимо, пиарщики Диснея прямо сейчас пытаются еще и максимально отстреливать любое негативное мнение о новинке и все, что им не нравится, от кого бы это мнение не исходило. И тут очень показательная ситуация возникла вокруг англоязычной YouTube и TikTok блогерши по имени Кортни Мишель. Причем, что самое любопытное, так это, что данная женщина сама темнокожая, то есть, так сказать, самая, что ни на есть, целевая аудитория для Черной Пантеры и ее создателей, но Кортни при этом выразила совершенно иную позицию в отношении новинки, за что и поплатилась. Итак, в своем видео Кортни Мишель говорит следующее. Далее Мишель также высказала свои сомнения по поводу и других аспектов новой Пантеры. Вместо Ваканда навеки этот фильм должен называться «Где все мужчины», говорит Кортни, потому что их там просто не было. Их не было, а те, что были, были слабыми. Но зато при этом все женщины, что были в фильме, были просто шальными, атлетичными, крепкими геркулесами. Что это говорит нам? Увековечивание идеи сильной черной женщины и подчиненного черного женоподобного мужчины, вот что. Я просто думаю, что это отвратительно. Я полностью расстроена фильмом. И этот фильм не представляет, что такое африканская культура. Он не представляет, какой должна быть наша культура. Так что теперь я хорошо разбираюсь в Ваканде, где все мужчины, подытожила Кортни Мишель. Сказав, что новая Пантера при этом это оскорбление и феминизация черных мужчин. Справедливости ради нужно отметить, что YouTube пропустил такой вот разгромный видос без всяких претензий. А вот TikTok уже нет. Так что Мишель отметила, что когда она залила туда свое видео, оно тут же было забанено за нападки и оскорбления на основе защищенных атрибутов, чтобы в итоге это не означало. Понятно, что сама Мишель, мягко говоря, удивилась такой ситуацией, когда оказалось, что она, чернокожая женщина, не может выражать свое собственное мнение о других темнокожих женщинах. Они удалили видео из-за моего мнения. Я ни на кого не нападала, я не делала никаких уничижительных оскорблений. Но поскольку я высказала свое мнение о том, что, по моему мнению, снова и снова пропагандируется в средствах массовой информации чернокожими людьми, я получила бан за нарушение. Что же, вот так и выходит, что высказывая определенное непопулярное мнение, ты тут же становишься нежелательной частью фэндома. Странно это все, конечно, и как мне кажется, ситуация должна в итоге поменяться и повернуть в другую здравую сторону, а вот пока есть, что есть. Ладно, на сегодня мы закругляемся, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы смотреть новые интересные видосы, пишите ваши комментарии и делитесь этим выпуском. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.